Разом внести 450 тысяч на ипотеку или получать часть этой суммы каждый месяц? Перед таким выбором стоят сейчас южноуральские семьи. С января материнский капитал разрешено тратить каждый месяц. Это была инициатива президента Владимира Путина. Кто может рассчитывать на господдержку и как ее оформить, расскажет Ирина Гончаренко. Это наша дочь, вторая Леночка, наша маленькая радость. Вторая дочка в семье Мизеровых родилась в январе. Малышке вот-вот исполнится месяц. И ухаживать за ней маме по улине помогает старшая дочь Герда. Девочка пока не ходит в детский сад, вместе с мамой находится дома. Зарабатывает в семье только Иван. Делает мебель на заказ в поселке Рощино. Наход небольшой, меньше 50 тысяч в месяц. И большая часть средств уходит на детей. Ну да, в основном папильцы, пеленки, лекарства. Дочка сейчас старшая в садик пойдет. Тоже готовимся к садику, одежду покупаем. Расходы в семье выросли и Мизерово решили обратиться в пенсионный фонд за новой федеральной поддержкой. Ведь теперь по инициативе Владимира Путина семьи могут получать субсидии и средств материнского капитала. Выплаты будут ежемесячными. Равняются они прожиточному минимуму ребенка. У нас в области это 10 221 рубль. Правда и претендовать на такую поддержку смогут не все южноуральцы. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов за последние 12 календарных месяцев. У Мизеровых, к примеру, это 600 тысяч. Общую сумму нужно разделить на 12. А затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Полученную сумму сравниваем с полуторакратным прожиточным минимумом в регионе. Сейчас в Челябинской области это 15 912 рублей. Если сумма дохода на каждого члена семьи меньше минимума, можно обращаться в пенсионный фонд. Претендовать на поддержку семьи могут и в том случае, если второй ребенок был усыновлен после 1 января 2018 года. А выплачивать им субсидию будут до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Для многих семей нужна эта выплата именно для того, чтобы ежемесячно быть обнадежным, что они энную сумму получат на руки и смогут обеспечить, в том числе дополнительно обеспечить членов своих семьи этой суммой. Добавлю, что это новый вариант использования материнского капитала. Раньше тратить его можно было только на улучшение жилищных условий. Это самый популярный вариант. Образование ребенка или увеличение будущей пенсии. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей. Заявление можно подать в местном отделении пенсионного фонда, либо в многофункциональном центре. Для этого нужны следующие документы. Паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о доходах семьи. Заявление будет рассматриваться не больше месяца. Ирина Гончаренко, Борис Абрамов, ОТВ.